Всем привет, с вами Зак, и мы продолжаем Гайдарх Соулс 2. И прежде чем мы пойдем дальше в этот огненный замок, я все-таки решил найти Арнифекса, или... Как-то мы его звали, не помню. По-моему, Арнифекса его звали, и я хочу найти этого торговца. И летом мы отправимся снова в локацию с пауками. Да, ненавижу эту локацию, но... Арнифекса найти надо. Найти надо. Так вот, где его искать, читая ХЗ. И сейчас надо же ХЗ куда мне идти. А, во-во-во, все, вспомнил. По старой доброй традиции мы избавимся от пауков. Они нам не нужны здесь абсолютно. Так. Здесь где-то еще были, по-моему. А, может быть, и нет, не помню. А, вот, от этих магов надо избавиться тоже. Они противные, просто пиздец. Уже, наверное, у них медленно летит пиздец. Я успел в него, блядь, сколько? Пять-четыре выстрела сделать. А он даже в итоге не попал. Опа! Каракатица, слушайте. Стой, шлюха! Блядь, это ебись, слушай. Воу-воу-воу, они самонаводящиеся еще. Блядь. Погоди, а куда мне отсюда выгоняться можно? Там еще снизу красная каракатица. Блядь, погоди, слушай, мне это не нравится. Куда мне идти? Блядь, ебись от меня. Сюда, получается, только. Нихуя себя трикошетила. Узбавимся от этой, блядь, жучки-паучки, блядь. Испрыгиваем вниз, получается. Ладно, еще. Больше нам некуда идти. Опачки. О, а вот и орнифекс, кстати. Вот и орнифексик. Жалко, здесь нету этого костра, правда. Чайни. Да, чайни, конечно, не чайни. А, вот, это бомб цветы. Ключ-камень-форос, очередной. У нас штук восемь уже. И огневая бабочка. Хорошо. Здравствуй. Ох, и вот мы встретились снова. Это моя мастерская. Думаю, на вашем языке меня можно назвать кузнецом. Я создаю самое разное снаряжение, использую древнюю технику моего народа. Обычно я работаю только с очень узким кругом клиентов. Но я перед тобой в долгу изготовлю один предмет по твоему выбору. Предлагаю очень необычный товар. Уверен, что придется тебе по вкусу. На ней трасса я не возьму с тебя с плату, но мне понадобится величественная душа. Без нее никак не обойтись, думаю, ты понимаешь. Так, что ты усилить можешь, во-первых. Ну, усилить это как обычный Ленинграсс. Чинить обычно, что ты продаешь. Становый лук, барный клинок. Интересно. Угненная стрела, болт огня. Такое. Такое заклинание. Такое. Так, меч забытой грешницы. Великий двуручный меч. Компьютер Канабо. И все? Серьезно, это все, что ты продаешь? Ну, даже не знаю. Давайте великий меч возьмем, брашен, бесплатно. Так, примерно. Ну, да. Немного. Сущность переменовала многое зависит от души, которую я использовал при создании. Я создаю ее сложное усвоение, но очень сильное оружие. Это я и называю уникальность. Мои товары не подходят для обычных людей. Сейчас в это трудно поверь, но когда здесь была Прецветающая Королеса, ее король Вендрик приблизилась к пониманию сущности души. Какой же яркой была его душа. Представь только то, что я могла бы создать себе распоряжение такую душу. Говоришь, что наша техника произошла от странного существа, жившего на этой земле. Это был бледный зверь, и жил он очень давно. Мы даже точно не знаем, кто это был. Если нарежешь личную душу, покажи ее мне. Как я тебе странно, вы, люди, всегда как себя ведете, я о том, что вы глазеете на любое незнакомое создание. Я смеси любопытства, страха и отвращения. Но едва ли это мое дело. Слушайте, спидметал ногу вза... Ну, ладно, это уж и было. Ну, пока тогда... Да-да-да, зайду еще. Мне бы отсюда живым уйти. Блин, красную каракатицу тут хочу убить, пиздец просто. Ну, да, блядь. Ой, как это тайный троп, блядь. Слушай, я отсюда, по-моему, живым уже не выйду. Или выйду? Понял. Давайте используем косточку возвращения и... Вернемся, блядь, к касту, как бы. Блядь, я же начал тебе использовать, что тебе не так. Да, оп, использовать. Использовать, да. Какие-то проблемы, я не понимаю. Ладно, орнифекс. Двери. Хватит, паук, блядь. Хватит оставать свою хуйню, блядь. Паук был неприятным, да. О, проход. Тайный проход. Еще паук. На этот раз, мяло, он такую хуйню не возьмет. И сундук какой-то. Ладно. Полукруглый топор. Так, что я за меч взял? Меч забытой грешницы я взял. Где он? Меч забытой грешницы. Интересно. Меч забытой грешницы. Что, рапирка? О, рапира прикольная, кстати. Ну, меч забытой грешницы. О, какой он тяжелый пиздец. О, я бы с ним, на самом деле, побегал. Но перекаты здесь с ним, как видите, вообще ужас. Ну, не знаю. Такое. Я подумаю над его использованием. Пока что у меня большие мечи не особо впечатляют, что ли, интересуют. Не хочу эту локацию с пауками проходить. Ну, придется. Имя здесь, великая душа. Так, железная цитадель. Да. Нам сюда. Или в Маджулу. Давайте сначала в Маджулу душ потратим. Потому что я эту локацию не знаю. У меня здесь впереди может дать все, что угодно. И вполне все может быть не очень хорошо. Вполне. Не отрицаю такой возможности. Окей. Привет. Привет. Сейчас, погоди, погоди. Да, да, да. Отъебись. Не, с кузнецом надо поговорить. Во-первых, чуть-чуть еще стрелку пить. Чем? Не в ту сторону мотаю. Да, я думаю, еще около сотни. Пойдет усилить. Так, а меч забытый грешниц. Вот, меч забытый грешностей. Ой, это гневший костью. Ну, он, конечно, становится очень сильным, но он большой. Вот эти большие мечи меня не радуют пока. Я буду рядом. Да. Ты был очень хорошо. Так, что подаешь у нас? Блядь, Танит не стал у нее бесконечно. А по идее должен. Ладно. Нет. Блядь. Игра. Я хочу поговорить с ней просто. Блядь, Танит не стал уничтожен. Да, левел. Так. Силу до 30-очки поднимем, может. Эм, столько же 20, жизнь 20, ученость. Давай силу до 30-ти возьмем. Кули нет. Будем сильными. Так, будем сильными. Глядишь, так рано или поздно начну использовать эти большие мечи. Кстати, а сейчас здесь моба будет? Давайте просто, ну, реально интересно, как он будет работать. Насколько он будет хорош? Хотя, мне кажется, он не будет хорош, чисто за то, что он у меня не прокачан вообще. Ну, у меня плюс ноль, как бы. Так. Давайте посмотрим. Где он? 66% конечно перевесик. Ой, не та клавиша еще. Так, перевесик сильный. Терпимый. Здравствуй. Да. Пока эту хуйню замахнется, блядь. Блядь, а хуй он еще и не в него бьет? Просто, блядь, наводка стоит на него. Он куда-то, блядь, в мост решил ударить зачем-то. Не понимаю. Ну, ну, пока что меня эти большие мечи вообще не радуют. Не радуют, конечно. Может, ему надо с другого рук ебашить без щита? Мне кажется, без щита вообще все печально будет. Так что... О, красный фантом. Можно опять будет призвать по дуэлиц. Эй. Бери. Не, хуйня, этот двуручный меч ваш. Полная хуйня. Полная хуйня. Ну, конечно, может, если его зачаровать, он будет посильнее, но... Я, блядь, одноручкой больнее. Хотя одноручка у меня, блядь, плюс 10. Мы опустим этот факт. Нет, двуручки мне не нравятся. Очень долго он замахивается ими. Очень долго. А против таких быстрых и ловких соперников это явно... Это явно не то. Снять. Огненный меч Хейда. Пойдет. Так, у нас здесь еще остался красный фантомчик. Я бы его призвал. Да, давайте. Жаль. Я бы подуэлился, я бы подуэлился. Может, что-нибудь новенькое появится? Нет. Не появился красный фантом. Вообще, очень редко я видел призывы этих красных фантомов. Так что... Очень интересно. Блядь, дотянулся, наверное. Вот. Супер. Блядь. Что-то с одноручками дело не пошло. Ну не с катанами, они, сука, быстрые. У них, вроде бы, тяжелая броня, но вот эта катана... Катана делает их, конечно, очень-очень-очень быстрыми. Главное, блядь, вчера, когда я ночью играл, я их с первой попытки без проблем убил, а сейчас что-то туплю. Туплю. Ну, бывает, с кем не случается. Подумаешь. Немножко не идет. Не разыгрался, не раскликался еще. Блядь, да выжирались вот эти вот и катаны, неинтересно. Она просто цепляет, это километр ее, ебаный. Здесь мы смотрели, нам больше некуда, нам вот эту дверь открывать остается. Потому что нам по обеим сторонам лавы и больше ничего нету. А, я думал, наверное, огненным шаром выстрелит эту хуйню, если честно. Ой, вас снова двое, блядь, а я второго даже не увидел, если честно. Ты меня, типа, с фланга решил обойти, или что, я не помню. Причем твоя строта была? Да уклоняйся, ты, ёб твою мать. Да ёб твою мать, какой ты быстрый, пиздец. Да ёб твою мать, да блядь, как... Маааааааааааааааа. Пиздец, он не дает даже окна, чтобы похиляться. Он просто что-то бьет, 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 выпадает, бьет, бьет. У него столько стамины, блядь. Ну ладно, началось, блядь. Пришли в новую локацию, начались у нас снова проблемы. Блин, те, может у них есть уязвимость к электричеству. Может быть и нет, сейчас посмотрим. Ну, электричество у них явно есть какая-то уязвимость, потому что с двух ударов они, ой, с трёх ударов они нормально так засели. Не то, что огненный мир там. Да, блядь. Стоит блок, он пробивает просто. Ну ладно. Чувак, я опять решил игру сломать, а кто-то там по 100, я пока в тебя постреляю, если ты не против. Ой. Блядь, стамины-то нет, чтобы блок ставить адекватный. Так, второй. Иди сюда. А вот второй стоял спиной у колонны, как настоящая крылья. Да, явно у них уязвимость к этой хуйне и... Лебаный бык. Так, наверх или туда-вниз? Давайте сначала, наверное, вниз ходим. Да, давайте сначала... Ну, не вниз, а... Право. Вверх. Опять какие-то лабиринты, блядь. Блядь. Годи, погоди, погоди, погоди. Так, какой-то ёбаный лабиринт. У нас опять закончились замки, хуянки. Чувак знает, куда идти. Иди одновременно во все стороны. Призрочная стена здесь какая-нибудь должна быть, наверное. Да. Как бы такие проходы просто... МАКСИМУМ ОЧЕВИДНОСТЬ. Мм, баллиста. Окей. Зачем здесь баллиста? Ещё одна призрачная стена? Да. Лол. Лол. Ммм, вам вообще нормально, я смотрю. Ой, он подняться может? Лол. Я не думал, что здесь лестница есть. Слушай, красиво. Да как? Сука. Ммм, ладно. Остался один ещё. А, это сет становится типа иллюзия. Ладно. Куда я здесь... Да, тут здесь я какие-то бонусы не собрал ещё. Блядь, даже не прочитал, что я подобрал. Как-то заигрался. Ну, я, прежде всего, стену без твоего сообщения нашёл, так что лайк не буду ему ставить. Так, там какие-то открытые просторы. А здесь, да, собственно, был такой входной пункт, так сказать. Надеюсь, да, я угадаю. Присточная стена. Здесь, кстати, красиво очень. Здесь, кстати, очень красиво. Нихуя он быстрый, ребята. Только посмотрите, какой скорость он... Молодец. Молодец. Обожаю эту игру. Воу! Откуда? А-а-а... Игра решила меня убить моим же оружием, так сказать. Блядь, у него там лук такой пиздец. Там великие, блядь, дыры. В камни просто полетели, блядь. Вон, посмотрите, это жрец. Ой. Давай, выстрелили еще раз. Хорош. Блядь, он реально копьями стреляет, ребят. Просто копья. Посмотрите, что он натягивает, блядь. Это ебаное копье. Ой, ебать. Ща мы с ним разберемся, блядь. Будет знать, как в меня копьями стрелять. А то хуел вообще. Все, умер. Хорошо. Можно теперь дальше идти, по-демножку? Ух ты. Задоджил. Блядь, да почему он не умер? Он всегда умирал с этой птички. Наручил олунского рыцаря. Прикольно. Ой, там какой-то бонус лежит. Здесь вообще много всяких бонусов лежит, я так смотрю. Может, помочь, отчаяненько-перекат впереди? Что? Отчаяненько-перекат впереди? Что? 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 Ой. У меня опять копьячий хер стреляет. Попадет? Не, не попадет. Хорошо. А я попаду? Да, я попаду. А он в лестницу будет попадать, да? Нет, вообще-то он не будет в лестницу попадать. Так, если я вот так вот отойду. Блядь. О, мое сообщение оценили. А-а-а-а! Хуя, мать. Да ёб твою мать! В этой игре оценки сообщений ничего не несут, никакой пользы. Там в первом Dark Souls это повышало твою, типа, ну, такую парамет... Ну, не совсем человечность, но типа того отчасти. Такой похожий параметр был. Вот, кажется, оценки сообщений помогали в этом плане. А так оно ничего не давало вроде особо. Ой, походу у него копья кончились, которыми можно пострелять. Ну, межсего одно сообщение было, да? Да. Оценочка один. А-а-а! Я себя чувствую, знаете, прям таким человеком, который в одноклассниках сидит. О, мне пятерку поставили. А-а-а! Ой, ой, ой! Плохая идея была. Наверное. Да. Очевидно, плохая идея. Так, там какие-то бонусы лежат. О, рычаг какой-то. Надо нажать. Что он делает? Мост отпускает. Отлично. Ой. Думаю, что с в огонь врежусь. Конечно, знаете, немного некрасиво то, что я игру прохожу вот таким образом. Там, стреляя из лука по пацанам, которые вот так вот будут падать, разбиваться, падать еще раз. Воу-оу-оу-оу-оу. Что, я думаю, конечно, молнии по нему не особо хорошо работают, так как он сам, блядь, ходячая молния. Ну да ладно. Слушай, ну да, очень, очень некрасиво я это делаю. Ну что, будешь стоять и смотреть на меня, да? Потому что в твоем искусственном интеллекте не прописано, как ко мне добраться, если я буду стрелять из тебя и звук с другой стороны. Бывает, бывает. Ничего не поделать. Дарк Соул сам не позволяет это делать. Он вынуждает меня. Сундук, короче, наверху. Я сначала вниз спущусь там. Да, даже лестницу не мог выделить. Замечательно. Не сдавайся, мужчина. Да, не сдавайся, держись до конца. О, порошок для починки. Замечательно. Так, теперь мы поползем наверх. На самом деле, вот эта вот локация, по сравнению со всеми предыдущими, очень хорошая. Очень хорошая. Гораздо лучше всего, что было до этого. Кольцо жизни плюс один, мерцающий титанин. Кольцо жизни плюс один, это у нас что? У нас вот это? А, да, это вот это. Не особо нужно. Не особо нужно. Так, ну, еще и полый вдобавок. Это нам вообще ничего не даст. Мне нужно вот здесь вот спрыгнуть. Ладно, я понял. Единственное, здесь работать немного странным способом. Давайте подумаем. Мы опустили мост, там мы все посмотрели, здесь мы все посмотрели. Иначе нам остается идти прямо. На этих, блядь, хуйнях стоят всякие бонусы интересные. Ну. Давай. Почему-то он сделал щилдбрейк неинтересно. Блядь, вы просто знаете, как лаза на меч у Звездных войн, он доставит, такой тиху, 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 убирает назад, блядь. Нормальная тема. Какой-то босс, я не знаю, даже. Ой, прыжки. Мои любимые прыжки. О, да, прыгнули. Нормально. Нища, посещающее впереди, так что действуй. Введение гигант. Огонь впереди. Ой, никто нажал опять. Это... Огонь впереди. Нет, нормально все. Свайхендер. Нормально. Привет, спасибо. Вот до сюда надо допрыгнуть. Здесь прям видно, что пишут, что там что-то полезное. Фух, блядь. Что у нас здесь? О, тусклый уголь. То, что нам нужно было этому... Как его? Кузнецу-то, Макдафу. Во. То, что ему было нужно как раз. Отлично. Теперь мы можем еще с одним кузнецом общаться. О, камень Форос. Что он делает? Бесцельность впереди. Ну, у нас много камней Фороса. Мне кажется, можем себе позволить. Да, блин, это вода. Пацаны. Пацаны. А, водичка. И что мне это дало? Я теперь могу по лаве ходить, если я упаду вниз, я не умру. Сомневаюсь, блядь. Давайте потопчемся еще немножко. Пойдем дальше. А, ну, получается, у меня единственный вариант сейчас к боссу идти. Не вижу других возможностей. Так, что советуют? Дыра требуется впереди, тогда осторожно. Лошадь. Так. Ну, давайте попробуем. Лола, откуда у меня 24 тысячи души? Это что, с этих, блядь, черных рыцарей так много душ падает? Не ожидал, если честно, не ожидал. Давайте сделаем вот так вот. Наверное, призовемся кого... О, да, давайте призовем кого-нибудь, здесь много людей. А можно даже NPC-шку призовем, там, типа, вот этой чувачки из мира. Сейвер. А это не... Профит. Я хочу, наверное, солнечного призвать. Йолосвегис. Ну, Йолосвегис. А давайте Йолосвегиса призовем, мне его не нравится. Интересный чувак. Давай. Призывай. Призываем. Посмотрим, что у нас здесь еще. О, а вот здесь Лукотиэль была, а я не видел. Ну, а здесь еще Лукотиэль призовем. Давай, сейчас мы ему... Погоди. Поклон. Мы же культурные. Да, привет. Пошли. Лукотиэль, ты со мной? Лукотиэль со мной. Отлично. Попадаем мы к какому-то боссу. Демону из плавильни. Ну, такой. Такой серьезный парень. Так, ну, язвимости к электричеству у него явно нету. Как ню, я бы тоже не сказал то, что у него язвимости есть. 25 демеджа, это забавно, конечно. Это забавно. Я думаю, в соло бы я бы его забивал полтора часа, блядь, с этими 25 демеджа по-нибудь. Ой, пригвоздил меня, лол. Чувак, забери его. Я пока похиляюсь, если не будет. Лол, он меч в себя вон... Ну, теперь его меч горит. Ооооу. Гуд став, гуд став. Как говорил мой знакомый англичанин. Блядь, погоди. Погоди. Йолосвегис, забери его. Лукотиэль. Мне даже похиляться не дали. Пиздец. И-то, блядь, взрывы огня. Блядь. Это, блядь, босс такой. Как бы это его атаку либо несложно увернуться, но вот что сейчас в конце меня убило, как-то, блядь, он что-то крикнул, и меня что-то убило, и что-то там. Хуй его знает, короче, хуй его знает. Я не знаю, что меня убило, и вообще... Призовем Красного Фантома и закончим серию. Окей. А этот? Блядь. Хоть кого призовешь теперь. Обидно. Обидно. То есть, что-то я немножечко не понял, на самом деле, что меня на этом боссе убило. Но я понял то, что уязвимости к огню у него, понятное дело, нету. Меч Хейда у меня такой не особо прокач... О, давайте. О, отлично, сейчас подеремся. Сейчас надо ему поклониться будет. Где он? Где он появился? Что-то я его не вижу, если честно. Вон там. Поклон. Да, началось. Окей. Ну, 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 драться будем. Ой, не тот меч. Сука. Деремся с ним. Смотрите, какая-то у него балава щита. Сет у него интересный, конечно. Не знаю, что за сет. Какие-то плащи, капюшончики, юбки. Ой, как меня зацепило-то? Ой. Не, хиляться мы не будем. Это не по правилам. Ну, не то, что не по правилам. Не по правилам приличия, скажем так. Ну, у тебя стамина кончилась, а у меня нет. Сейчас мы поклонимся ему. Молодец. Хорошая дуэль была, хорошая. Может, еще одного сразу призовем ради интереса? Ну, еще, может, вот этого успеем. Ах, жаль. Ну, ладно. Так или иначе, с вами был Зак. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.